Привет! Пожалуйста, попросили, предложили пообедать вместе в ресторане, но я-то поехать не могу сейчас вообще. Ну, поэтому давайте пообедаем. Шутка, конечно, но у меня иногда такие просьбы делают, но как будто не знают, что у меня шея оперированная. Я 5 лет не выхожу никуда. Чёрт возьми, видите? Вот. Так что имейте в виду. А это сырничек, это мне мой друг Руслан принёс. Между прочим, хотел... Ну, мы обедаем, я как бы с вами в ресторане, дорогой мой друг. Я имена ничего не называю, но есть одна тётенька. Ну, засыпала мой интернет вот такими буквами и говорит, ну, почему вы не можете, не глядя на меня обязательно, просто дать совет. Ну, я же не телепат, дорогая. Тем более совет по здоровью. Как я могу давать, не видя человек? Это только даёт шалатане, не видя человека, советы по здоровью. Ну, и вообще, кто не врач, не психолог, не профессионал, который не знает, что это такое. Короче говоря, приятного вам аппетита, не буду больше. На самом деле, у меня контент всегда не двусмысленный, а многосмысловой. Прошу на это обратить внимание. Никогда не бывает такого, чтобы я выставил какой-то контент. Спасибо, что он вам всем нравится. Ну, при этом, чтобы он был только в однонаправленной. Он всегда многосторонний, потому что я междисциплинарник. Между разными направлениями, таких как я, нету вообще никого. Легально обозначенного. Много, наверное, таких есть на самом деле. Ну, чтобы человек одновременно был и художник, и писатель, и поэт, и врач, и психолог, и тренер олимпийских чиновников, и бизнес-тренеров. Ну, я не видел никогда в интернете такого человека. Ну, назовите мне. Для чего я это вас стивилирую? Чтобы вышли со мной на неконкурентный диалог. Потому что нам нужны такие люди вместе с мастерами ТРИЗа, чтобы мы сделали прорыв. И вышли из этого тупикового положения, который сегодня на планете, который людей расчеловечивает, атоминизирует их, разделяет друг от друга, цифровизирует их, пытается навязать им новую нормальность. А нормальность, она всегда, это человеческая, это любовь, сострадание, чувство бессонности живого, сопереживания, созидания. Вместо только инстинкта выживания и чувства собственной исключительности. Друзья, давайте выходите, многопрофильные, междисциплинарники. Приглашаю вас. Еще хочу одну вещь сказать, такую недвусмысленную, а многосмысловую. Вспомнил я как-то маленькую новелку, что один святой пошел по воде, но тапочки вдруг у него промокли. Потому что он вспомнил, что оказывается, когда в доме у себя наводил порядок, мусор, который он подметал. Вот он поленился и немножечко в уголочке оставил, и поэтому тапочки на воде, когда шел уже, промочил. Так, друзья, как говорила одна дама, на дне, по-моему, у Горького, Лука, дня не могу жить без твоих слов. Да? Очень люблю Горького. До встречи, друзья.